Добрый вечер! Сегодняшняя история называется «Подводный город». Лягте в постель под одеяло и приготовьтесь к чудесному ночному сну. Когда будете готовы, закройте глаза. Город Кременес не похож ни на один другой город в мире. Если бы вы проснулись в одной из множества квартир в центре этого города и выглянули в окно, то подумали бы, что попали в Нью-Йорк или Токио. Представьте, что вы видите высокие стеклянные небоскребы, которые тянутся к небу и отбрасывают тени на улицы далеко внизу. Внимательно прислушавшись, вы даже можете услышать тихий гул разговоров более 30 миллионов человек, спешащих по своим делам. Из окна пентхауса на верхнем этаже дома, на перекрестке первой улицы и первой авеню открывается вид, который кажется невероятным. Отсюда одновременно видно Эйфелеву башню и Эмпайр Стейт Билдинг. Город Кременес представляет собой архитектурную мозаику из нескольких крупнейших городов мира. В пятнадцати минутах ходьбы можно увидеть похожую на иглу башню Сиэн Тауэр из Торонто, танцующий дом из Праги и арку «Врата на запад» из Сент-Луиса. Но главное, что отличает этот город от всех остальных, это то, что открывается взгляду, если посмотреть вверх. В летние погожие дни здесь никогда не бывает пушистых белых облаков. Тут вы никогда не увидите темных тяжелых туч, готовых пролиться на землю ливнем. Выходя из дома, вам не нужно брать с собой зонт или куртку на случай непогоды. Здесь всегда сухое тепло с самого дня основания города в 2300 году. Кременес – первый в мире подводный город. В 23 веке 30 стран объединили усилия для создания этого шедевра, который 45 лет подряд называют самым красивым местом отдыха. Было бы логично, если бы создатели дали ему греческое имя, например, Атлантида, в честь затонувшего острова, который вдохновил их на этот проект. В итоге город получил название Кременес от греческого слова, которое означает «скрытый». Климат здесь контролируется искусственным освещением, которое имитирует восход и закат солнца. Большая часть продовольствия поставляется сюда из надводного мира. Однако на окраине Кременеса и есть фермы, урожая которых хватит прокормить население города размером с Шанхай. Джон был одним из первых людей, родившихся в Кременесе. Его родители до переезда в город на дне океана жили на побережье Мадагаскара. В детстве Джон часто расспрашивал их о наземном мире. Родители рассказывали ему истории о том, как путешествовали по Америке и бывали в таких местах, как Йеллоустоунский национальный парк и Гранд Каньон. Джон очень просил отвезти его в Америку, когда был маленьким, но, став подростком, передумал куда-либо уезжать. Он смотрел много фильмов из разных стран мира и был убежден, что на Земле нет города прекраснее Кременеса. Джон работал мойщиком стекол с 15 лет. Каждое утро по электронной почте он получал список мест, где нужно было помыть внутреннюю и наружную сторону стеклянного купола, покрывающего город. Почти 50 лет он на своем пикапе целыми днями ездил по городу и знал каждый его уголок и закоулок. За свою жизнь он исколесил все городские дороги и объехал город вдоль стеклянной стены не менее тысячи раз. Подводный город составлен из копий достопримечательностей 32 самых известных городов мира. Джон никогда не был ни в одном из них, но слышал, что каждый район его города имеет полное сходство с оригиналом. По размеру Кременес находится где-то между Сингапуром и Гонконгом. Теперь, когда ему оставалось меньше полугода до пенсии, Джон мог утверждать, что знает город лучше всех. Он знал, где в Нью-Йорке делают самую вкусную пиццу. Он мог сказать, с какой крыши в маленьком Токио открывается лучший вид на огромные косяки сельди, которые проплывают мимо купола в течение дня. Он любил свою работу мойщика стекол, потому что каждый день она приводила его в разные части города, где он встречался с местными жителями и понемногу изучал их языки. Но при этом он с нетерпением ждал, когда выйдет на пенсию и отправится отдыхать на песчаные пляжи маленького Лиссабона или Мельбурнского района. После стольких лет мытья стекол в этих местах было бы неплохо полежать на теплом песке, пропуская его сквозь пальцы и слушая кружащих над головой чаек. Он мог провести целый день, наблюдая за косяками рыб, плавающими вокруг города. Теперь перед выходом на заслуженный отдых ему нужно было обучить новичка, который его заменит. В день встречи с преемником будильник Джона зазвонил, как обычно, в пять часов утра. Он отключал его дважды, откладывал время подъема. Когда будильник отключился в третий раз, Джон, разминая колени, поднялся и подошел к окну своей маленькой квартиры. Он раздвинул шторы. Искусственный свет, заменяющий свет солнца, еще не включился. Его квартиру мягко освещали неоновые огни, клубов и баров с улицы внизу. Джон зевнул и потер глаза. Он жил в районе, который был копией части Чикаго. Чтобы придать местности максимальное сходство с оригиналом, вверху купола работали огромные вентиляторы, имитирующие ветер. Это была единственная часть города, где можно было ощутить что-то похожее на порывы настоящего ветра. В других районах также имитировались разные погодные условия. Например, во втором Стокгольме зимой городские службы проводили пару дней, раскладывая синтетический снег по улицам и насыпая сугробы вдоль тротуаров. Здесь даже был небольшой каток под открытым небом, который выглядел как природное озеро. Летом во втором Сеуле разбрызгиватели под крышей купола включались на пару часов, имитируя густой ливень. Выйдя из дома не вовремя, вы бы промокли до нитки за несколько минут, пока бежали обратно, чтобы обсохнуть и переодеться. Джон подошел к кухонному шкафу, насыпал в тарелку овсяных хлопьев, которые привозили из Канады, и налил молока с фермы на окраине, недалеко от Нового Каира. Затем добавил немного сушеных морских водорослей, собранных городским рыбаком. Перекусив, он принял холодный душ, чтобы окончательно проснуться и переоделся в рабочую форму. Он надел старый джинсовый комбинезон с именной нашивкой на груди. Когда он спустился на лифте с 37 этажа и вышел на улицу, искусственный свет уже освещал город, а уличные фонари один за другим гасли. Тишину города нарушали только звуки проезжающих время от времени такси. Он посмотрел вверх на верхушку купола, где виднелось слабое сияние настоящего солнца, и вода казалась почти зеленой. После выхода на пенсию он планировал отправиться в круиз на подводной лодке до Лондона. Его друзья советовали ему сэкономить и вместо этого посетить здешний лондонский район Кременоса. Однако Джон считал, что должен хотя бы раз в жизни увидеть наземный мир. Он хотел прокатиться на знаменитом колесе обозрения «Лондонский глаз» и посмотреть, какой вид открывается из окон, когда в поле зрения нет Эйфелевой башни и Эмпайр-стейт-билдинг. Ему хотелось побывать во всех 32 городах, чтобы понять, насколько они похожи на свои подводные версии. Джон шел по Тихой улице от дома к гаражу, где стоял его пикап, загруженный необходимыми для работы чистящими средствами. Он проехал через Кейптаунский район в Прагу, затем выехал на автостраду и направился в Париж. Джон включил радио, чтобы послушать утренние новости. Каждый раз при въезде в новый район язык радиовещания менялся. Он съехал с автострады, когда в поле зрения появилась Эйфелева башня и отправился на юг в дальний конец города, который назвали «Маленьким Лиссабоном». Это был один из его любимых районов. Здешние жители казались ему самыми добрыми, и здесь он чувствовал себя свободней и спокойней, чем везде. Район был построен вокруг искусственной бухты, которая простиралась до края купола, где находился пляж. Пляж доходил до самого края купола, а за стеклом был океан, почти как наверху, где побережье Лиссабона тоже омывалось океаном. Джон медленно ехал по старой части «Маленького Лиссабона», посматривая в открытое окно. Вдоль главной дороги тянулись мощенные улочки, застроенные белыми домами с яркими красно-оранжевыми крышами. В утреннем свете владельцы магазинов подметали брусчатку плетенными вениками. Они сметали песок, который наносило в их магазины с пляжей поблизости. Джон знал многих из них, так как бывал здесь хотя бы раз в неделю, а они приветствовали его, махая рукой и улыбаясь. Он припарковал машину перед любимым кафе и зашел вовнутрь. Хозяйка кафе, женщина лет тридцати пяти, помахала ему и сказала «Ола, бом диа», а затем поставила крошечную чашку для эспрессо под носик кофеварки. Она помазала маслом два куска хлеба с витрины и подала их Джону. Они дружили уже много лет. Почти 10 лет назад она приехала сюда из Лагоса, большого города в Нигерии, вместе со своим мужем, который работал инженером. Он участвовал в застройке нового района города в самой западной его части. Никто не знал, каким будет этот район, но ходили слухи, что это может быть копия южноамериканского города. Возможно, это будет Сан-Паулу или Богата. Джон надеялся, что новым районом станет Буэнос-Айрес. Эта мысль появилась у него прошлой осенью, когда он увидел фотографии Аргентины в журнале. Джон провел в кафе около получаса, завтракая бутербродом с кофе и читая местную газету. В ней была статья, в которой обсуждались варианты новой застройки. Одни считали, что это может быть Тайбэй, другие утверждали, что это будет Мехико. Мимо кафе проходила группа детей, которые пинали футбольный мяч и громко разговаривали по-португальски. Звук детского смеха успокаивал Джона. Он вспомнил, как сам был ребенком и играл в футбол во Втором Риме с друзьями Леонардо и Андреа. После завтрака Джон поехал на окраину маленького Лиссабона, где рядом с пляжем располагалось несколько курортных комплексов. Он припарковался возле одной из гостиниц и босиком подошел к краю пляжа, туда, где стеклянная стена отделяла город от океана. Чайки кружили над головой и садились на песок, чтобы подобрать кусочки жареного картофеля, оставленные накануне. Экосистема здесь была еще не полностью воссоздана, но над этим проектом сейчас работали градостроители. Конечной его целью было заселить город местной фауной каждого региона. Но пока здесь жили только обычные городские животные, чайки, голуби, мыши и белки. Возле Мельбурна водилось даже несколько кенгуру. Джон сидел на песке, обхватив колени руками и настраивался на рабочий день, который у него начинался в девять часов утра. За стеклянной стеной проплыла стайка из тысячи синих рыбок, длиной около десяти сантиметров. Их чешуя мерцала в искусственном свете, исходящем от города. За рыбками был виден коралловый риф, образованный кораллами почти всех цветов радуги. Иногда, поднимая глаза, Джон замечал взгляд морской черепахи или дельфина, которые подплывали к куполу. Из песка едва заметно выглядывал ряд трубок, которые периодически наполняли воздух запахом соленой воды. Джон вдохнул запах морской воды, затем встал и потянулся руками вверх. Потом он принес куполу свой контейнер с чистящими средствами, щетку с раздвижной ручкой для мытья стекол и ведра с водой. Перед тем, как начать наводить чистоту, он тщательно осмотрел стеклянный купол вокруг пляжа. Это была самая важная часть его работы – проверка стекла на наличие возможных повреждений. За 50 лет работы он нашел только одну неглубокую трещину. Стекло было около метра толщиной и выдерживало высокое подводное давление. Но время от времени небольшие участки купола заменяли, чтобы не допустить протекания. К тому времени, как искусственное освещение верхней части города стало максимально ярким, Джон закончил чистить первый участок купола из своего списка. Смочив щетку мыльной водой, он мыл второй участок, когда почувствовал, что у него за спиной кто-то стоит. Он обернулся и увидел мальчика лет 16-ти с кожей цвета темного шоколада и вьющимися черными волосами. Джон внимательно посмотрел на него и подумал, что в молодости выглядел очень похоже. «Ты мой новый помощник?» – спросил Джон. Мальчик кивнул, вынул руку из кармана своих синих шорт и протянул Джону для рукопожатия. Он был довольно высоким для своего возраста. Уже сейчас он был выше Джона и имел крепкое телосложение. Джон пожал ему руку и представился. «Разве тебе не нужно быть сегодня в школе?» – спросил Джон. «Сколько тебе лет?» Мальчик ответил, что его зовут Таю и пояснил, что родители обучают его дома. Они на днях переехали в Кременос из Порту – надводного города. Его родители хотели, чтобы он работал по утрам, а они могли учить его по вечерам после работы. Таю был примерно такого же возраста, что и Джон, когда он начал работать. Хоть они и были очень разными, что-то в мальчике напоминало Джону его самого в молодости. Возможно, это была застенчивость, которую он замечал в поведении Таю. Джон не обучался на дому и ходил в школу, но близких друзей у него в детстве не было. Он начал больше и легче общаться с людьми, когда начал работать мойщиком и встречаться с жителями разных районов города. Возможно, этот мальчик пойдет по его стопам и следующие полвека будет выполнять ту же работу. Пусть она не кажется самой престижной в городе, но точно является одной из самых важных. Мойщик стеклянного купола отвечает за безопасность более 30 миллионов человек. Джон объяснил Таю, как лучше всего проверять стены на наличие трещин. Нужно направить луч фонарика на стекло, и если там появляется отблеск или мерцание, то этот участок следует проверить внимательнее. Мальчик внимательно слушал Джона и говорил только тогда, когда Джон спрашивал что-то о нем. Они работали все утро, мыли стекло вдоль пляжа и искали трещины в толще купола. Джону было приятно работать в компании. Обычно он общался с людьми мимоходом, спеша по своим делам. К полудню пляж наполнился отдыхающими. Он как будто ожил и зазвучал на языках всего мира. Несмотря на то, что здесь нельзя было поплавать, люди часто приходили сюда отдыхать семьями или парами. Одним просто нравилось лежать на теплом песке, другие играли в мяч или фризби, а кто-то просто смотрел на проплывающих за стеклом морских обитателей. Таю наблюдал за каждым движением Джона, как будто тот был известным художником и писал новый шедевр. Когда они присели на полотенце перекусить бутербродами, Джон попросил Таю рассказать о Португалии. Таю сказал, что Порту – самый красивый город в мире, и он считает, что каждый должен увидеть его хотя бы раз в жизни. «А как тебе нравится это место?» – спросил Джон. Таю ответил, что пока не знает. «В городе много красивых мест, но ему все еще не по себе от того, что он находится под водой». Джон засмеялся и поднял камушек с песка. Он бросил его в стекло, но камень отскочил, не оставив ни царапины. «Между нами и внешним миром стекло толщиной в метр», сказал Джон. «Возможно, здесь даже безопаснее, чем наверху, ведь нам не нужно беспокоиться о том, что сюда может ударить молния». Пока они разговаривали, к ним подошла женщина с корзиной. Она представилась мамой Таю, а затем достала из корзины термос кофе, теплую жареную рыбу, домашний хлеб. Она спросила Джона, как успехи у ее сына. Джон ответил, что Таю кажется ему трудолюбивым парнем и что у него все получится. Женщина кивнула и погладила сына по руке. Она спросила Джона, как долго он живет в городе. И он ответил, что никуда не уезжал отсюда с самого рождения. На лице женщины отразилось изумление, и она что-то негромко сказала по-португальски. Похоже, ее тревожили те же мысли о подводном городе, который озвучил ее сын. Джон заверил, что здесь совершенно безопасно. Он повторил эту шутку про молнии и попросил ее рассказать о порту. Ее рассказ о родном городе звучал очень эмоционально и взволнованно. Они уехали оттуда совсем недавно, но ее эмоции говорили о том, как сильно она успела соскучиться. Она рассказала о дегустациях вин на берегу реки Дору теплыми летними вечерами. Там повсюду открыты красивые ресторанчики, где подают свежую ветчину и сыр. Она вспомнила о крышах с красной черепицей, которых очень много в порту, когда увидела похожее здание гостиниц здесь, возле пляжа. И в конце она сказала Джону, что он не жил по-настоящему, если не был на мосту Дона Луиша, откуда открывается один из самых прекрасных видов в городе и во всей Европе. Джон сказал, что сам бы хотел однажды увидеть порту, а затем описал ей прекрасные особенности своего города. Ночные прогулки вдоль реки Хан во втором Сеуле, запах свежезаваренного кофе в Парижском районе и потрясающих горбатых китов по ту сторону купола. После обеда женщина попрощалась и ушла, а Джон и Тайо вернулись к мытью стеклянной стены вдоль пляжа. Джон продолжал делиться советами и тонкостями своего дела. Например, о том, что всегда лучше начинать мыть сверху и двигаться вниз. Иначе мыльная вода будет капать на поверхность, которая уже помыта. Они работали вместе почти весь день, пока не дошли до участка стены, где сидел осьминог размером со школьный автобус. Такого огромного осьминога Джон еще не видел. Каждая щупальца была толщиной с его ногу. Осьминог держался за стекло присосками и неподвижно сидел, будто засыпая от скуки. Тайо рассмеялся, когда увидел его, и пошутил, что им должно быть придется снять осьминога со стекла. Джон ответил, что на самом деле это их работа. И мальчик озадаченно посмотрел на него. Словно догадавшись, о чем они говорят, осьминог оттолкнулся щупальцами от стекла и оставил за собой след из пузырьков воздуха. Снаружи стекло покрывал слой слизи от щупалец животного. «Нам нужно помыть стекло с той стороны», сказал Джон. Тайо спросил его, как это возможно вымыть стекло снаружи. Джон рассмеялся. Тайо ожидала самое интересное. Плавание по ту сторону купола было одним из любимых занятий Джона. Он считал его самым приятным и успокаивающим из всех возможных. «Я все тебе покажу», сказал Джон, и они направились к его пикапу. Они сели в машину и поехали по маленькому Лиссабону до Нового Нью-Йорка, который был почти точной копией острова Манхэттен. Движение было интенсивным, и им пришлось почти полчаса искать место для парковки возле центрального парка. Все чистящие средства они оставили в машине, а раздвижную щетку взяли с собой. Джон нес ее в руках, когда они шли через парк. Центральный парк в Кременосе был меньше оригинала. Он находился на границе города и занимал только половину площади парка из настоящего Нью-Йорка. На зеленых лужайках парка сидели люди, общаясь и наслаждаясь приятным днем. До Джона доносились фразы на испанском, суахили, французском, китайском, русском языках. Он не говорил свободно ни на одном из них, но знал каждый достаточно, чтобы их различать. Деревья в конце парка касались стекла ветвями. Они шли вдоль стены купола, пока не дошли до большого здания. Оно было почти полностью стеклянным и по форме напоминало Тадж-Махал. Джон сказал Тайо, что это подводный порт. Он служил основным входом и выходом в город для всех, кто прибывал сюда из Северной Америки или Австралии. Джон указал рукой туда, где подводные лодки стыковывались и взлетали вверх, как самолеты. Они вошли в большое здание, похожее внутри на аэропорт. Там был ресторанный дворик с закусочными популярных торговых сетей и зона безопасности, через которую проходили люди перед отправлением в трансконтинентальные подводные поездки. Джон и Тайо прошли через весь зал, в самый дальний конец подводного порта. Эта часть здания больше походила на гостиницу со стеклянными окнами, через которые было удобнее всего рассматривать проплывающих мимо рыб и животных. Здесь жители города могли взять на прокат акваланг. Джон помог Тайо надеть костюм для подводного плавания и показал, как правильно прикрепить баллон с воздухом. После всех необходимых приготовлений они направились к шлюзу. Они вошли в помещение, похожее на маленькую тюремную камеру без окон. Дверь за ними закрылась, и они на мгновение оказались в полной темноте. Затем открылась наружная дверь, и в камеру с шумом хлынула вода. Когда вода поднялась до уровня шеи, они выплыли из шлюза в океан. Шум воды исчез, и мир внезапно стал совсем беззвучным. Теперь они слышали только свое дыхание. Слабое течение подталкивало их к косяку рыб, который рассыпался, когда они подплыли слишком близко. Некоторые рыбки коснулись рук и ног Джона и сразу испуганно уплыли прочь. Джон и Тайо плыли вдоль стеклянной городской стены, и между Нью-Йорком и маленьким Лиссабоном заметили участок, покрытый водорослями. Джон осторожно снял водоросли с щеткой, и они продолжили плыть к тому месту, где раньше видели осьминога. Джон отдал щетку Тайо, чтобы тот протер стекло, а сам немного отдохнул и расслабился в подводной невесомости. Выход за пределы города всегда был любимой частью его работы. В такие минуты он чувствовал себя космонавтом, последним человеком на земле, полностью изолированным от мира. Пока Тайо заканчивал мыть стекло, Джон наблюдал за обитателями океана. Рядом с ними плыл косяк светящихся рыбок. Он как будто светился неоново-розовым, зеленым, желтым и фиолетовым цветами. Рыбки были такими тонкими и полупрозрачными, что когда они поворачивались головой к Джону, то становились почти незаметными. Мимо лениво проплыл кальмар. Он шевелил своими щупальцами, словно танцуя, а потом опустился на стекло передохнуть. Джон смахнул его рукой, и кальмар поплыл дальше. Тайо и Джон не могли разговаривать друг с другом, поэтому Джон рукой указал на коралловый риф, окружающий город. Дно океана было покрыто кораллами самых разных оттенков, от темно-красного до светло-зеленого. В кораллах и водорослях прятались рыбки и другие подводные жители. Листья и стебли растений медленно колыхались в воде. Крошечные рыбки размером меньше пальца, терялись в них и были незаметны для крупной рыбы, которая плавала выше. Джон остановился полюбоваться розовой актинией на большом камне и увидел морскую черепаху, которая плыла мимо и смотрела на него. Из-за черной полосы возле глаз черепаха оказалась сердитой, хотя присутствие Джона похоже совсем ее не беспокоило. Длина ее тела с головы до хвоста примерно соответствовала росту Джона, но перемещалась она в воде гораздо проворнее. Мягко взмахнув ластами, она поплыла вверх к освещенной солнцем поверхности воды. Джон взглянул туда, откуда падал солнечный свет. У дна океана вода была сине-фиолетовой, но ближе к поверхности ее цвет менялся на бирюзовый. Большой косяк из нескольких тысяч рыб заплыл в освещенный солнцем участок, ненадолго сделал его темным и исчез в бескрайнем водном пространстве. Несколько секунд океан казался пустым, а затем неожиданно в поле зрения появилась причудливая рыба. Одна ее половина была ярко-желтой, а другая – пурпурной, как будто части двух разных рыб, соединенные вместе. Она неспеша проплыла мимо двух ныряльщиков. Неподалеку от рифа плавали два дельфина. Джон посмотрел на Таю. Даже с водолазной маской на лице было понятно, что Таю широко улыбался, наблюдая эту чудесную морскую сцену. Один из дельфинов подплыл к ним ближе. Он осторожно ткнулся носом в ногу Джона. Второй толчок был более сильным и настойчивым. Казалось, что дельфин подумал, будто Джон тонет, и теперь толкал его к поверхности воды. Джон улыбнулся и стал подниматься вверх за дельфином. Он доплыл до поверхности воды, вынырнул и огляделся вокруг. С тех пор, как он в последний раз был над водой, прошло несколько лет. Ближайший берег находился в трехстах с лишним километрах отсюда, так что смотреть было особо не на что. Над головой Джона пролетали чайки, и единственным предметом, который ему удалось рассмотреть на горизонте, был далекий грузовой корабль, оставляющий за собой легкий дымный след в воздухе. Джон нырнул обратно под воду и увидел, что Тайо плывет вдоль кораллового рифа и рассматривает рыбок, которых здесь водилось множество. Возле рифа плавало несколько других дайверов. Один из них показал Джону большие пальцы вверх, когда проплывал мимо. Джон жестом предложил Тайо следовать за ним. Они вместе подплыли к вершине стеклянного купола и остановились над верхними этажами самых высоких небоскребов Манхэттена. С этого места они видели прямоугольник центрального парка, который резко выделялся между окружающих зданий. С этой высоты люди в костюмах, бегущие по тротуарам, были едва видны. Гораздо заметнее были фигурки желто-оранжевых такси, едущих плотно друг за другом. Стекло полностью заглушало звуки, но Джон представлял и почти что слышал слабые звуки автомобильных гудков. Вот почему ему нравилось находиться по эту сторону стекла. Здесь он расслаблялся и успокаивался. Здесь у него появлялось чувство, что он со стороны наблюдает за каким-то странным миром. Джон и Тайо поплыли к маленькому Лиссабону, где недавно познакомились. Эта часть города очень отличалась от Манхэттена. Красно-оранжевые крыши домов ярко выделялись на фоне белоснежных стен. Везде между домами росли деревья, а на холме выселся квадратный замок с внутренним двориком. На пляже отдыхали взрослые и дети, и за руку прогуливались пары, оставляя следы на сухом белом песке. Край пляжа со стороны гостиниц был обрамлен высокой желтой травой. От пляжа тянулся длинный дощатый настил, наполовину засыпанный песком. По сравнению с Нью-Йорком, эта часть города выглядела тихой и спокойной, как приморский поселок. Тайо приложил руку к стеклу, присмотрелся и указал вдаль на группу домов с белыми фасадами и красными крышами, как у большинства в этом районе. Джон догадался, что мальчик показывает ему, где он живет. Джон жестом показал Тайо плыть за ним, и они продолжили путь над городом. Они продвигались дальше, пока не оказались над районом под названием Второй Сеул. Он выглядел еще более современным, чем Манхэттен. Вдоль границы района протекала река Хан. Несколько мостов над ней соединяли Сеул с Лиссабоном. Ряды белых многоквартирных домов тянулись на несколько километров. В каждом из них было не меньше тридцати этажей, и все они походили друг на друга. Среди них выселся небоскреб Лоте-Уор-Тауэр, настолько высокий, что своей верхушкой почти касался стеклянного купола. Если бы на его крыше стоял человек, то он мог бы дотянуться до поверхности купола руками. Башня была отделана голубыми стеклянными панелями, и примерно на половине высоты начинала сужаться, как горлышко бутылки. Это было самое высокое здание в городе. Но если бы здесь решили строить Второй Тубай, то высоту купола пришлось бы увеличивать. Джон и Тайо подплыли к вершине купола. Остановившись в его центральной точке, они посмотрели вниз, в центр города. В центре находился идеально круглый пруд размером с основания одного из нью-йоркских небоскребов. С этого ракурса он был похож на центр мишени. Центральный пруд огибала кольцевая дорога, а от нее симметрично в разные стороны отходило восемь дорог, как спицы на колесе. Каждая секция, похожая на кусок круглого пирога, была разделена еще на четыре части, которых в общей сложности получалось тридцать две. Часть секции, прилегающая к центру, была первым районом, середина секции — вторым районом, и внешняя часть каждой секции делилась еще на две части. В общей сложности 16 районов составляли внешнее кольцо, а среднее и внутреннее кольца включали в себя по восемь районов. С того места, где находились Джон и Тайо, было хорошо видно, почему Кременос 45 лет подряд считают самым красивым городом в мире. Помимо захватывающего вида на океан, это место уникально тем, что в нем одновременно представлены все стили мировой архитектуры. Во внутреннем кольце к югу от реки Темзы размещался Лондонский район. Колесо обозрения Лондонский глаз медленно вращалось, открывая сверху прекрасные виды на город. По другую сторону Темзы находился Пекин. Он был застроен намного плотнее современными небоскребами. Кроме того, здесь было несколько изящных традиционных храмов в красно-зеленой гамме. Рядом с Пекином находился Мадрид, который очень отличался от всех городов вокруг него. Там не было небоскребов. Он был застроен низкими зданиями из квадратных блоков, плотно подогнанных друг к другу. Во многих домах были внутренние дворики. Джон мог себе представить, как они выглядят с близкого расстояния. Там играют дети, женщины развешивают белье на веревках, и семьи сидят вместе за обеденными столами. В центре района находился большой футбольный стадион, и даже отсюда Джон видел стоянку, заполненную машинами и людьми, которые стояли в длинной очереди перед входом на трибуны. Рядом с Мадридом был построен Рим, стиль застройки которого повторял архитектуру, древнего города. Отсюда было хорошо видно Колизей. Он казался неуместным на фоне современных зданий вокруг него. Остальную часть внутреннего круга составляли Берлин, Монреаль, Стокгольм и Чикаго, где Джон прожил всю свою жизнь. Тайо похлопал Джона по плечу и показал ему большие пальцы вверх. Джон кивнул и повторил его жест в ответ. Когда ему хотелось отдохнуть от городской жизни, Джон выбирался сюда и смотрел на город. Хотя он никогда не путешествовал, ему казалось, что он посетил весь мир. Это чувство возникало у него не только от вида популярных достопримечательностей. Здесь он ощущал, что люди со всего мира смогли объединиться, чтобы создать этот город. Начиная со школьных лет и позже, работая мойщиком стекол, Джон все время слышал вокруг языки разных народов мира. Даже закрыв глаза и заткнув уши, он мог ориентироваться в городе по запахам еды, которую готовят в разных районах. В Монреале, например, всегда пахло мясной подливкой, которой поливали теплый картофель фри с сыром. В Праге он чувствовал острый запах квашеной капусты с жареной свининой и кнедликами. Париж невозможно было спутать ни с чем, благодаря сдобному аромату круассанов и свежеиспеченных багетов. Стокгольм легко было узнать по запаху фрикаделек в сладком соусе. Новый Нью-Дели благоухал терпким ароматом смеси специй карри. В Сеуле запах чеснока и перца был настолько сильным, что на улице практически ощущался острый вкус традиционного кимчхии. В Нью-Йорке смешивалось несколько ароматов, но ярче всего Джон помнил запах свежеиспеченного яблочного пирога. Наконец, Джон и Тайо повернули обратно к шлюзу. Они сняли костюмы для подводного плавания и вернулись в город. «Теперь ты увидел, каким красивым может быть город», сказал Джон. «Что ты думаешь о нем сейчас?» Тайо засмеялся и сказал Джону, что он был прав. Этот город можно назвать самым красивым в мире. Он сказал, что хочет побывать в каждой из 32 частей Кременоса и каждую неделю будет исследовать новый район. Джон улыбнулся и кивнул. Энтузиазм мальчика был ему хорошо знаком. Давным-давно он сам начал изучать языки разных районов и посещать ресторанчики по всему городу. Тайо пожал Джону руку и побежал к пляжу, где они познакомились. Искусственный солнечный свет тускнел и становился желто-оранжевым, каким он бывает на закате. Джон сел в машину и поехал через Манхэттен к своему лондонскому району. Он купил билет на лондонский глаз и проехался на колесе обозрения, чтобы с высоты увидеть город в свете заката. Теплый свет окутывал сразу весь Кременос, придавая ему сказочный вид. Джон подумал, что когда уйдет на пенсию и его заменит Тайо, то купит билет на настоящий лондонский глаз. Он считал Кременос самым красивым местом на земле, но все равно хотел увидеть настоящий закат. Так же как Тайо хотел посетить все 32 здешних района, Джон захотел увидеть каждый из городов, копии которых он видел здесь, в Кременосе. Может быть, когда-нибудь он их увидит. На этом наша история заканчивается. Спокойной ночи и приятных сновидений! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok